На сцене команда КВН МИЭМ, станция спортивная В современном мире стали меняться полюса Женщины занимают руководящие должности, садятся за руль автомобилей И поэтому роль мам приходится брать на себя мужчинам Итак, обычный двор Ее, ага А мы гуляем, мы крутые Отцы хорошие и не злые Вот вернутся мамы и начнутся выходные Парни, а вы слышали, что Милантов вылетел из лиги чемпионов? Ну да. А где ребенок? Ой, щелок! Баю-баюшки, баю, не ложись на краю У меня своя И папа услышал, и папа пришел И папа тебя в бакале нашел Ведь так не бывает на свете Батон и ребенок на стенде У тебя вы хороший Мужики, когда у меня ребенок вырастет, будет футболистом Так у тебя же девочка А что, девочки не растут? Да растут, растут Мы вот своего хотим в бальные танцы отдать Какие бальные танцы у тебя, пацан? Либо бокс, либо футбол Тебя жена пацана родила, понимаешь? Цени это, цени это Да мы вообще девочку хотели Да вы что, сдурели, что ли, Сас? Путипутики вы мои хорошие Мужики, здорово! Я у меня с ума схожу, у меня крыша едет Жена в роддоме Да по тебе видно Че нужно делать первым делом, когда жена рожает? Ну я не знаю, отнеси апельсинов Апельсинов уже отнес Тогда все Может я пойду проверю, мало ли что надо, помощь какая Ах, варюшки бою, не ложись на краю Сатисфекция Вот что сейчас молодежь слушает Вот наши родители другую музыку слушали Спасибо за день, спасибо за ночь Спасибо за сына И за дочь Спасибо за то, что средь боезва Наш честный мир, ох, ты Оля, за что? Ну Вань, успокойся, все нормально будет Да, вот было время Я еще тогда футболом занимался Дим, а ты чем занимался до того, как ребенок родился? Сексом Логично Кость, Кость, тебя прям вырубают вообще, засыпаешь? Да я не высыпаюсь, он по ночам орет, спать не дает вообще Ну пойди выспить что ли Можно, да? Конечно Валер, подвися, отец идет Какой удар ты по месту вообще? Да, дорога Я с ребенком гуляю Да не пьяный я с ребенком гуляю Просто с ребенком гуляю Ты что, ты завела что опять, а? Паника, паника, сейчас как все понарожается и все Может страну покинуть? Лех, да успокойся, все нормально будет Да? Твой? Ну да Клевый, можно понянчусь? Да, конечно понянчусь Баю, баюшки, баю Не ложись на краю I'm a skatman Парни А у меня сын на Жириновского похож Орет, а че орет, вообще непонятно А у меня сын ползать начал А у меня сын дочь Мужики Мда Мужики А я что решил? Я без отца рос И пусть мой сын без отца растет Счастливо! Давай, Костя Костя, ты что, сдурелся? Костя, ты куда пошел? Подожди Мужчина, вы не могли бы за колясками присмотреть? Спасибо большое Костя, подожди, ну куда ты? Давай хоть поговорим Спасибо большое вам Спасибо Все-таки мальчик Ой Вань, отдай, это моя коляска У тебя девочка Хотя, посмотри-ка Показалось Ну, ты где я дальше? Так решил Будет девочка, буду пить шампанское Если мальчик, то водку Вот так Леш, девочка За девочку И мальчик Счастливо! Давай, давай Лех, когда идешь, аккуратней, позвони Нет, двойни, это отлично вообще Да, но ответственность какая? Двоих родителей, ты же представляешь как Ну ты капец какой разговорчивый Мужики А я вот что подумал Получится у нас детей воспитать Так же хорошо, как нас родители воспитали Да ладно, ладно, что ты завелся Покойся, спокойся О, ты дочь, скорее, ребята Давай, давай, давай Сейчас я себе на ребенка намочу Ленка голову оторвет Спустя 20 лет Гастя Ха-ха, Гастя Тихо Здорово Здорово Здрасте Ну как? Я нормально, как твой сын? Мой сын поступил в институт Какой? В Московский институт экономики, менеджмента и права А ты все так же рекламой, да, занимаешься? Ну да Мужики, здорово Я, значит, так решил. Если мне моя перестанет детей рожать, то хорошо. А если нету, так и буду работать заведующим роддома. О, Банька, а ты что с коляской? А моя дочь мне внука родила. Мальчик, как мечтал, помните? Смотрите, как ты слышишь. Смотри. К родителям своим относитесь так, как вы желали бы, чтобы ваши собственные дети относились к вам. Сократ. Поздравляю вас! В полуфинале. Итак, последний решающий конкурс. Конкурс музыкальный. Надеюсь, что он решит ситуацию в этом полуфинале и поставит красивую точку в нашей сегодняшней игре. Тема конкурса. Не повторяется такое никогда. ЧП. Минск. Эта история произошла в обычном дворе, где живут простые дворовые парни. Бибери, Волюбер, Сыгнирова. Солнце навсегда царит уют. Балыши, Хахинки, Бирю, Лёва. Жека, давай! Где еще мне в бубе надают? Лёх, слышь, давай расскажи Женьке. Давай расскажи. Давай расскажи. А чё это он рассказывать не хочет, а? А Лёх, вчера первый раз по-взрослому поцеловался. Давай расскажи. Давай расскажи. А с кем? Ну? Давай. Давай расскажи. Давай рассказывай. Чего? А у нас во дворе есть девчонка одна среди шумных подруг. А кто это? Ну понятно кто. Кобзон. За что это её так? А, ты про неё? Это Наташка с пятой квартиры. Пацаны, я кажется влюбился. О, тихо, тихо, профессор идёт. Да сик. Дядь, дадись копейка. Опа. 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 Дядь, ну дадись копейка. Мечты-мечты. Дядь, ну дадись копейка. Моему дидуле пенсию перестали платить. Это ещё почему? Так помер. Вот, поливуйтесь. Яркие представители современной молодёжи. Это такая смесь нигилизма с хамством. А, между прочим, советская власть дала вам возможность учиться. Ага. И лишила дворянского титула. Не вы один пострадали. Дадись копейка. Милиция, милиция, милиция. Шуй. Вот, поливуйтесь, а. Две секунды, уже часы спёрли. Товарищ милиционер, товарищ милиционер. У меня украли часы. Пол второго. Что за двор, а? Наташка. Женя. Самая любовь моя в моей руке. Моя рука и мы с... Ау. Ты чё, эту игру не знаешь? Ну, расскажите что-нибудь. Ну, чё рассказывать? Ночью раз пацанами залезли на мясокомбинат мясо тырить. Так, сторож увидел, а еле ноги унесли. Любопытно. А знаете что, скажите мне только откровенно. У вас до меня кто-нибудь был? Ну, чё ты говоришь-то такое. У меня-то ещё и тебя не было. АПЛОДИСМЕНТЫ Ты это не... не возражаешь, если я закурю? Конечно. А знаете что, а приходите завтра ко мне домой. Я вас с родителями познакомлю. Ну, ладно, приду. Тогда до завтра. До... до... до завтра. Женя. Угадал? Почти. А у нас во дворе Есть девчонка одна И живёт там совсем Неприметно она Ребятам в округе Всем после кона Я вижу ей вслед Ничего в ней нет Что-то быть должно Всё же двадцать лет Ча-ча-ча Классная она у тебя, Жека Да Что случилось, Лёха? Дырку в женской бане Заколотили Ничего святого Но есть и хорошая новость Ко мне брат из деревни приехал А чё это с ним, а? А он первый раз в городе И это я ещё никуда его не водил Ну так надо сводить Так чур не я Чур не я А мы посчитаемся На золотом крыльце сидели Царь, царевич, король, королевич Сапожник, портной Кто? Ты боишь такой? А? Ага А меня Наташка в гости позвала Ну нифига себе! Сводил Кремль увидел Рот порвался Женя Что, мам? Ты хлеба купил? Нет ещё, мам Ой, хорошо Водки купи Папка вернулся Папка вернулся Папка! Водка! Ну наконец-то ты познакомишься с моими родителями Будут мама, папа, дедушка, брат мой, Юрка Тире-тили тесто, жених и невеста! Смешной у тебя брат Это дедушка Папа, познакомься, это мой Женя Я как-нибудь в другой раз зайду Да сейчас! Евгений, Наталья мне сказала, что вы в МГУ учитесь Да? Да И на каком же факультете? На новых факультетах Новый факультет? Евгений, вы знаете, тогда мне кажется, вам будет очень интересно послушать одну песню А я пока пойду ножи спрячу Кстати, она очень популярна на фиагическом Поэтому подпевайте мне. 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 А что тут происходит? А Наталья, понимаешь, у Евгения Запонка закатилась. А мы искали в словаре, что это такое. Аплодисменты. 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 Он меня из дому выгнал. Да и ладно, ты главное не расстраивайся. Все будет здорово, Жень. Конечно, 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 все будет. Жень, ты такой не волнуйся. Что такое? Наташка с отцом уезжает в Ухту. Ух ты. А нет, в Актюбин. В Актюбин. В Херсон. Ух ты. В Сибирь они уезжают. Помнишь ту песню, которую отец тебе пел? Ну ты, которую еще не понял. Так вот, в Кремле ее тоже не поняли. Сейчас посылают его с гастролями по Восточной Сибири. Говорят, там таких много, там поймут. Да шучу, шучу, в Ленинград они уезжают. Женя, я уговорила папу, ты можешь ехать с нами. Зачем тебе эта шпана? Ну, едешь? Нет. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, конечно же, еду, Наташка! Ну, почему, почему мир устроен так, что я должен выбирать между любовью и дружбой? Почему мои друзья не могут понять, что мне необходима любовь, а она никак не поймет, что мне нужны друзья? Все, я не могу выбрать! Я ухожу! Куда, Жень? В Амхарт! Мы танцуем на столах всю каждую ночь, Как ни странно, это может помочь почувствовать жизнь во всей красе, И от серых будней умчаться прочь! Я решил в этой жизни достигнуть тишины, Но ты же не сможешь играть один, С двумя ребят-ручьями вместе до самых синих, Если бы мы знали, какая она игра! Пятигорска! 1750 год! Россия готовится стать матушкой! Государиня еле залезла вторая! Так это и есть твои храбрецы? Да! Гардемарин Белов! Говори, что хотела! Ты как с государю не разговариваешь? Молод я и горяч, понятно? В кандалы его! Сбежит! Тогда в кандалы его! И кандалы в кандалы! А с этими что делать? Бросить их в тюрьму! С колокольни! А может мы государству послужим? А может и послужите! Государиня, ваш фаворит граф Орлов! В кандалы меня! А вы что стали? Вперед! Из всех отечественных фильмов Гардемарин и лучший фильм Он даже лучший муж пятера Хотя да тоже лучший фильм Не вешать нос Другие фильмы Дурнали жизнь И харатьян Едины братья И ключко И вини-пух И пяточко И буду лай-случко Единым Так Я поскочу вперед И догоню их Ты, Никита Поскочи назад И задержи их А ты, Сашка Поскочи на месте И подожди нас Вперед! Анастасия Говорят, вы едете во Францию Правда, что это неправда? Неправда Это правда Анастасия Свиста моя Вы почему целуетесь? Ах, Сережа Это последний русский Как это последний? Мы тоже занимали Щенок Щенок Не нужен Недорого Адам Анастасия Анастасия Свиста моя Давайте бросим Эту чертову страну Поехали ко мне Во Францию Там у меня Насосы Ах, Сережа Не нужны мне Насосы Разлука Вот полночный Тать Российских ляск Хочу я Дескать Вожу я Вчураясь Пустоши Пытливых Уст Тугая вязь Письмой Письма Перемлетясь Пророчицы И грезы Смутной Устали Быть может Сумрак Это мрак Острожных Брызг Когда Брыдло Коновясь Подквелась С тужей Анастасия Анастасия Онучи И влагой Не томи Ибо Сгину я Кубаря Макиверис Синвешни А все-таки Жаль Настя Что ты Во Францию Уезжаешь Еще как Жаль Саша Я бы тебе Троих детей Родила Хозяйство Что бы у нас Было Коровы Свиньи Гуси Там Всякие Ты бы На завод Устроился Лесопед Купил Езжай Настя Так Я поскочу В монастырь За Софьей Ты Никита Поскочи В монастырь Перед Софьей А ты Сашка Поскочу В монастырь На Софье Ты Пойдешь На маскарад Там Тебя Встретит Человек С красным Клювом Какой Он Будет Маски Его Зовут Ашот Он Будет Без Маски Вперед А в это Время В монастыре Софья Алешка Софья Алешка Возьмите Меня Я Гена Софья Алешка Гена Софья Алешка Софья Алешка Софья Алешка Софья Алешка Гена Софья Гена Софья Алешка Гена Софья Гена Вася Софья Гена Вася Алешка Софья Геновося, Алешка Софья, Алексей Как жизнь хорошо Как дети растут Как дома пойдет Как работа, делаю А как у тебя Да тоже пойдет Ну все, я пошла Ну давай, увидимся Земля, где так много разлук Алешка! Софья! Алешка! Алешка! Пойдем копать картошку Вот она Никита, ну что с тобой? Да скучно мне Ну так поехали к цыганам! Поехали! А в это время у цыган Александр Васильевич, не поверите, вот такой вот музыкальный номер был Молодцы, гардемарины, послужили отечеству Просите, чего хотите Я хочу, чтобы все в стране жили хорошо Хорошо А ты, Алешка, чего хочешь? А я хочу, чтобы все в стране жили плохо Хорошо Хорошо А ты, Белов, чего хочешь? А я хочу, чтобы все в стране жили хорошо Хорошо Вот А если бы нас было четверо, как мушкетеров То все в стране жили бы плохо Эпиграф Эпиграф На рубеже веков В начале лета У Пушкиных в семье Маман взяла и родила поэта Господа, у меня Пушкин родился! Ха-ха! Немножение Успеховатость и лезенья И тысячи нянек в дом сбежались, чтобы вскормить для нас поэта Кого еще там нелегкая? А вот и первая няня с испытания вернулась Я тут, понимаете ли, сижу в колодце, ребенка кормлю А они мне тут устроили непонятно чего Голубушка, вы же нам приготовили колыбельную Успойте А я ни одному не подхожу Ни доль не подхожу, ни поперек Я просто так по комнату хожу И ждет меня не пенсия, а срок АПЛОДИСМЕНТЫ Но пить-то вы совсем не умеете Может быть, готовить? А готовить не умею я! АПЛОДИСМЕНТЫ Помилуйте, а что это у вас так паленой кониной пахнет? А это у нас кухарка на кухне ошпарилась Как я не понимаю, я тоже не умею готовить, а еще я не умею петь Как-то у бабоси гуси съели суси Подавились гуси-суси, Господи Иисуси О, подлец-негодяй! Дуэль завтра в девять! Вы представляете, чтобы меня, Дантесов, академически по пенсионному не пустили? Веришь, нет? Не веришь? Дуэль завтра в десять! Завтра в одиннадцать! Тупо взгляд не понравился Это кто это у нас тут такой? Пиу-пиу-пиу! Что такое? Дуэль завтра в одиннадцать! Ой, смотрите! Дантеш, нас, Мусашеньки, перчатку подари! Сергей Ганнибалыч, а пойдемте, помолча Пойдемте-ка мы с вами на сеновал И там долго и с криками будем обсуждать деятельность спиранского Татьяна Владимировна, ну как же так? Эта же нянька к вашему мужу пристает Ну как же так, Ольга Борисовна? Ну как же так? Ты помилуй, что же у меня все разные именами-то называете? Я вас умоляю! Как будто вот здесь кто-то знает, как маму Пушкина звали Черт, она еще и насчитанная! Ага! Трижды три! Девять! Черт, она еще и насчитанная! Жеши-пиши через... И! Черт, она еще и насчитанная! Ага! Ага! Дуэль завтра в двенадцать! Не рискует тот, кто не пьет просроченное шампанское! О, Дантес, вы ранены! Сам ты ранен! Дуэль в четырнадцать, в пятнадцать, в шестнадцать, в семнадцать! В семнадцать я не могу! Тогда ты в семнадцать! Я согласна! Давай устроим пожар! Пусть кто-то скажет, как вам пожар! Что вылупился? Подших нянь не видел! Нет! Да пойдем мы свое, я виновал или нет! В днем рождения! Иди же вы ребенок спит! Вы что, на семнадцать в ноль набекаете? Да ладно, вам не надо, тут ля-ля-ля! Все время, все же время, на льду! Ага, да, по-рогу! Слышали, где-то, ну, погоди, закончилось! Дорогие друзья! Вы, конечно, понимаете, что Александр Сергеевич Пушкин не мог жить в такой семье! Это все фарс! Но показывать ерунду — это тоже искусство! Видите, как у нас это ладненько получилось? И мы вас обманули, и вы нам поверили! По губам! Я прочитаю все, что ты сказать хотела мне! И нам осталось вспоминать о том, что... И нам осталось вспоминать! И конечно, как и … Александр Дюма-старший и Александр Александрович Дюма-младший представляют. Благочестивые жители Марселя, сегодня венчаются раба божья Франсуаза и граф Божий граф Филипп де Валуа. Смотрите! Смотрите, это же фон, фон, тюльпун! Да, я фон, фон, тюльпун! Что случилось, жители Марселя? Фан-Фан, нашу француазу хотят выдать замуж за богатого черстого морщинистого старикашку. Не бывать этому, сейчас я все исправлю. Беги, жалкий морщинистый старикашка, ты свободен. Спасибо тебе, Фан-Фан. Ах, ты мерзавец. Боже мой, это мой отец. Ты умрешь за то, что ты обеспечил мою ночь. Не, не то. За то, что ты обесточил мою печь. Тоже не то. За то, что ты обесчестил мою дочь. Тоже все это не то, все это не то. За то, что ты озадачил мою речь. Хорошо, 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 ладно. Я разрешу тебе видеться с моей дочерью, если ты отгадаешь мои загадки. Отгадаю. Разрешаю. О! Стой, я разрешил это. А в это время под балконом принцессы. Мой друг Жуф, я должен добиться благосклонности принцессы, но совершенно не уны и петь. Я знаю, что нужно делать, Фан-Фан. Я буду прятаться за деревом. Петя, ты просто открывай рот. Спасибо тебе, Жуф. Не за что, Фан-Фан. Как прекрасна даль морская, Как зовет она мерцая, Сердце ниже. Что ты здесь распелся? Понимаете, мы пришли с другом, у него свидание, я помогаю ему петь. Не отстойте меня. Тогда заплати деньги. Вы что, с ума сошли? Какие деньги у бедного министра? У меня не гроша. Тогда я тебя заколю. Сумасшедший, убейте шпаку. Что вы делаете? Умри, 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 скотина. А в это время в замке принцессы Марии Антуанетты. Мой жетон, мой мель на мель, Ки ма проми дариве. Боже мой, это Фан-Фан. Да, я Фан-Фан. Тюльфан. Принцесса, я люблю вас. Ах, я тоже вас люблю, Фан-Фан, Но должна вам признаться, Вы у меня не первый. Это ничего. И не второй. Да, ничего. И не третий. Да, ничего. И не четвертый. Да, ничего. И не пятый. Да, ничего. И не шестой. Ничего. И не седьмой. Да, ничего. И не восьмой. Ничего. И не девятый. Да, ничего. И не десятый. Да, ничего. И не одиннадцатый. Ничего. И не двенадцатый. Да, ничего. И не тринадцатый. Да, ничего. И не четырнадцатый. Что? И не пятнадцатый. Да ничего. И не шестнадцатый. Да ничего, принцесса. Я должен ехать в замок королеве, чтобы поцеловать ее. Перепутал. Что? Королеве? Королеве! Дамы и господа, король Франции. Куда идет король? Большой секрет. Большой секрет. Большой секрет. Большой секрет в кино. Казнить. Ваше Величество, король Швеции и близлежащих скандинавских государств, почетный член Европейского Сената, кавалер Ордена Святого Ультрихта, рыцарь Белое Крыло, барон фон Гегельцонды, барбарон Бранденбургский, четвертый, храбрейший и отважнейший, не приехал. Это все? Дамы и господа, королева Франции. Вы свободны. Вы свободны. Боже мой, Жак! Король, как вам мое новое платье? Не знаю, еще не мерил. Так, королева, идите сюда. Я слышал, что какой-то фан-фан собирается приехать в замок и поцеловать вас. И я возмущен, я этим крайне недоволен. Королева, я требую от вас объяснений. И я слышал, что фан-фан был уже у принцессы. Собирался ее поцеловать. И... Королева, что он делает? Боже мой, Жак, приглядите за детьми. Я возмущен, я в солярии. Королева, королева, я хочу вас. Я хочу сорвать с вас платье и расцеловать вашу грудь. Лешенька, давай по тексту. Хорошо, к вам фан-фан! Королева, у меня любовная записка от графа де Лакро. Так чего же вы ждете? Давайте ее сюда. Она не вам, она королю. Очень смешно. Королева, по-моему, вы как-то неестественно смеетесь. Между прочим, это мой натуральный смех. Королева, я люблю вас. Ах, юнец, ты знаешь, что тебе за это будет? Тебя посадят в тюрьму. Ха! Вот тебе перепелиные яйца. Зачем? Перепели ими решетку. Очень смешно, королева. Буси, 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 бубуси. Так, королева. Ага, попался. Да. Ага. Ловите его. Стойте! Стойте! Да, вы можете убить фан-фана тюльпана. Но вам никогда, слышите вы, никогда не убить те чувства, которые здесь живут. И сейчас, прикиньте, камера так крупным планом берет. Я все эти вещи говорю, да? И потом резко на Юлия Соломоновича. И Юлия Соломоновича такая скупая мужская слеза началась бешать, да? Потом камера резко на Александра Васильевича. И Александр Васильевич смотрит нас так и поэтически думает. Вот черти талантливые, что творят, а? Потом. И потом, потом камера резко на нас. Мы выходим на ван-сцену, начинаем петь очень красивую финальную песню. И титры пошли. Вечная любовь, французское кино. Мы смотрим вновь, и учит нас оно. Один за всех. Все за одного. Музыкальный домашний задание Мегаполис. Максим Горький. На дне. Рождение Натальи Андреевны. Действующие лица. Наталья Андреевна. Вдова писателя-сатирика. Денис Леонидович. Сосед по даче. Контуженный тротилом на рыбалке. Иська. Его сын. Со слов жены. Эдик и Макс. Местная интеллигенция. Вечерела. Наталья Андреевна хандрила. Пусть, 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 пусть. Тост. Непременно тост. Наталья Андреевна. Голубушка. У вас все есть. Но сегодня хотелось бы выпить за то, чего вам действительно так не хватает. За кальций. Я как врач не рекомендую так налегать на водку. Вы как врач сейчас отправитесь по месту работы в качестве пациента. Би-би. Гыга. Ой, Иська. Иська. Иди сюда, сынок. А ну иди. Ну-ка скажи. Уйди отсюда. Ну-ка скажи, кто это? Дядя. Ну какая же это дядя? Это тетя Наташа. Дядя. Ну хорошо, а я тогда кто? Кака. Я тебе сейчас покажу, кака. Какой-то у вас ребенок ранимый чересчур. Наверное, лох какой-нибудь вырастет. Вроде вас. Что-то душно стало. И самогоном пахнет. Ну что ж мне теперь, не дышать что ли? Наталья Андреевна, ну не слушайте вы его. Лучше спойте нам что-нибудь. С удовольствием. Слова Максима Сергеевича. Музыка, я надеюсь, приличная. День тот погожим и солнечным выдался. Море, песок, небосвод голубой. Боже, какими мы были на Ибице. Мы никакие там были с тобой. Наталья Андреевна, слезьте со стула, потом лампочку вкрутите. Что-то душно стало, господа. Прозебаем. Ну так с вами все на свете прозебать можно. Захар, приготовь самовар, а то остыл. Жизнь нужно встать, ты отдыхай со мной. Вы знаете, друзья, а у нас в литературных кругах принято под самовар скороговорки придумывать. Что вы говорите? Вот, например, Коля около Кока-Кола, а Кока-Кола около колоколов. А я вот еще одну знаю. Стас принес иконостас, у Настасьи был экстат. На похороны Прохора сходить было б неплохо бы. Эдуард, Эдуард, Эдуардович, вы же пластический хирург. Расскажите какой-нибудь анекдот про врачей, что ли? Да какие там анекдоты? За день топором намашешься? Мочи нет. Ну тогда спойте нам что-нибудь. Все не применишь. По субботам приходил я в хирургию на работу, Но уволился ведь мне нельзя работать. По субботам знаю, знаю, что не будет больше этих дней. Я иу, 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 иудей. Браво! Браво, браво! Друзья, а давайте вас что-нибудь сыграем. Например, в кости. Наталья Андреевна, у вас есть кости? У Натальи Андреевны нет костей. Наталья Андреевна хордовая. Денис Леонидович, вам мало того, что бежать помогли, Еще и на праздник пригласили. А вы тут хамите. А меня не надо приглашать. Я сам знаю, когда у кого в поселке день рождения. Я завтра вообще на рыбалку уеду. Не увидите меня. Денис Леонидович, я вас умоляю, не уезжайте вы завтра. Я ходила на вокзал, узнавала, есть билеты на сегодня. И когда это вы, Наталья Андреевна, все успеваете? И на вокзал сходите человека обидеть? Дайте полотенце, а то ваши купаты капают. Вон, на швабре возьмите. И когда же вы, Денис Леонидович, уже наконец уснете? Вот-вот. Дело в том, что с медицинской точки зрения, Денис Леонидович, скорее всего, не жаворонок, а сова. Да свинья ваш, Денис Леонидович. Ах, вот как. Иська, иди сюда. Сейчас папка петь будет. Кака? Молчать. Где на тонких розовых ветрях, Я бельишко вывесил в сушице, Прилетел российский славный птах, Маленькая серенькая птица. Долго пел он в розовых ветвях. А потом, представьте, в тихомолку Соловей российский славный птах Мне накакал прямо на футболку Исполинское пятно на ней. Ну что такое? Ну не надо, Исенька, ну не надо. Ну не надо. Папа знает, папа пожил, стих на музыку положил. И зачем же вы, Денис Леонидович, Наталья Андреевна, День рождения-то испортили? И что же это у нас за страна такая? На каждом дне рождения найдется какая-нибудь дрянь, Которая скажет, что я порчу праздник! Ах так! Вы знаете, Наталья Андреевна, Пожалуй, мне пора. Трус! Тихо-то как! Благодать! Что? Говорю, тихо-то как! Благодать! Что вы говорите? Говорю, тихо-то как! Как говорю! Благодать говорю! Кто там орёт? Кто орёт там? Никто не орёт! Говорю, тихо-то как! Говорю! Благодать, говорю! Твою! Да что вы делаете? Извините, Наталья Андреевна! Да успокоитесь! Да прекратите! Прекратите! Я вас очень прошу! Через месяц... Через месяц... Крестец Эдика выписали из больницы! Хотя крестец так и не сросся! Но это уже совсем другая история! Пётр Ильич Чайковский! Музыка! Поклон! Сборная Камазякского края по КВНу совместно с темой музыкального домашнего задания Магия Огня представляют сказку Маугли и Огненный Цветок Маугли, 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 Маугли Маугли, Маугли, Я люблю тебя, Маугли, Маугли Идут такие слоны Человек и волки, и волки, и человек Человек и волки, и волки, и волки, и человек Нет! Нет, не смогут вот так слоны сделать Лучше... Лучше зацените Помоги, помоги Я солдат твоей любви Как-нибудь подскажи, я не знаю Похожешь на Батархана Шукенова? Так, тихо, орел что-то говорит Беда в джунглях Что там, пожар? Хуже Жигурда Беда в джунглях Ох уж эти рыжие псы! Давайте Давайте, обезьянки, спасайтесь, кто хочет А я не буду спасаться, мне интересно посмотреть Я сейчас вас буду любить по-русски Потом любить по-русски два И выкладывать в Ютуб Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй Такой маленький, а уже джигурда Это же не джигурда, это же Шерхан Хотел напугать, лучше зацени Помоги, помоги, я солдат твоей любви Как-нибудь подскажи Челобанов? Нифига себе, ты копнул Короче Короче, стае нужен новый вожак Че ты заладил одно и то же Каждые четыре года Новый вожак, новый вожак Посмотрим, что еще на это скажет Сталин Ой, Сталин говорю Стая Свободная стая Маугли, помощь не надо? Нет, Акелла Нет, Акелла Пока помощь не надо Лучше зацените Джули Джулия Джулия Баттерхан Шукенов Вас не запутаешь Ладно Ну что, Акелла Брат Акелла Промахнулся Акелла, Акелла, Акелла Везде промазал А с Мавроди Он попал Ну что, как сам Как самка Пацанка Все нормально? Привет передавай О, брат Балу Эй, а че это у тебя лапа мокрая? А, весна Ты же только проснулся Кстати, спасибо тебе, что научил меня языку животных А ну-ка Че, дура, не нравится Разводись Очень похоже О, мудрый О, мудрый Гладкий Ка Ух ты Настоящий Ну что Как настроение? Чемодан Ты че Опять на газете С анекдотами уснул Что ли? Ладно А где же Багира? Она вон Под той Кокосовой пальмой Да Да Пока Багира Под кокосом Она нам не помощник А Шерхан требует нового вожака Тогда мы принимаем бой Мы принимаем бой Мы принимаем бой Эй, тебе душ принять надо и супчик поесть Тогда я быстро в душ Давай, давай Главное против Шерхана это тактика Вот я не люблю, когда без тактики, понимаешь? Кто-нибудь знает, где он живет? Послушай, Ка, не надо, все, оставайся Маугли, чтобы победить Шерхана Тебе нужен огненный цветок А где же его взять? Только я знаю Но мне нужен стимул А мне нужен новый ремень Понял Я пули Какая странная траектория у пули Ну сейчас реально придется ждать Потому что только он один знает Свободная стая Что, готовитесь к битве, да? Первый раз вижу тигра под ягуаром А мы пойдем на север А мы пойдем на север Эй, послушай, Шерхан Еще раз такая одна выходка И вы на север не пойдете А вас повезут, понятно? Я нашел Нашел? Молодец Неси, быстрей, быстрей, быстрей Давай, еще быстрее Еще, еще, еще быстрей Быстрей, быстрей Неси, неси, неси Молодец, молодец Вот, вот, вот Теперь вот так всегда ходи Ну все Огненный цветок Мечты сбываются Закон наших джунглей У кого огненный цветок Тот и вожак стаи Нет Нет Кто вожак стаи У того огненный цветок А у меня А не вот эта вот картонка Зачем я буду теперь с ней делать? А, я понял Чтобы победить Шерхана Нужно на битву с ним Выставить самого старенького Сейчас же можно На всякие битвы Конкурсы стареньких посылать Давай, брателла Акелла Не подведи Шерхан, выходи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Заволчите! Заволчите! Нет, Акелла, не умирай Акелла, вставай! Э, Орел, выключи музыку Перестань издеваться на животном Акелла, брат Акелла, брат Маугли Сейчас я буду петь свою последнюю песню Весь покрытый зеленью Абсолютно весь Остров навезения в океане Ну все Теперь держись Это тебе за Акеллу Это тебе за Лягушонка Это тебе за Елену Малышеву А что я ей сделал? А что мы все ей сделали? Это тебе за российский биатлон Эх, промазал А это тебе Стой, не убивай меня Нас осталось всего 29 Я по-бабушке уссурийский Ну Ну тогда это тебе Это тебе Это тебе Я не могу Ага Купился Теперь у меня Просто Аккатонка Формулируй мечты правильно Ага Купился Ты что, живой что ли? Друзья Друзья Вот так вот Камызяк всегда побеждает зло Всякими юморами И прикольчиками всякими Вы знаете Признаться честно Мы специально показали сказку Маугли Потому что каждый актер знает Что переиграть животных На сцене невозможно И еще Спасибо КВНу За волшебство Буквально только что Мы были животными А сейчас стали людьми Собственно говоря Этим превращением КВН занимается уже Очень много-много лет Очень просто Влюбиться в Камызяка В жизни хулиганы А на сцене симпатяги Если надо Помогут перебряги Ай, Камызяки Ай, Ай, Камызяки Ай, Камызяки Ай, Ай, Камызяки Ай, Камызяки Друзья, все мы знаем миф О Ессоне И Золотом Руне Но о том, что было После его возвращения История умалчивает Бабулай вернулся! Бабулай вернулся! Да что там я? Вон, Ясон вернулся! Ясон вернулся! Привет, люди! Привет, Ясон! Ну, рассказывайте, как дела? Мы не писали тебе, не хотели тебя расстраивать. Дождалась тебя, Медея. Медея. Ясон. Дорогая. Не льсти мне. Изменил тебя поход. Ну что ты на меня наезжаешь? Видишь, как люди рады моему приезду. Я тебя умоляю, они всегда реагируют на слова с такой интонацией. Вот смотри. Кошка сдохла! Кошка сдохла! По домам! По домам! По домам! Тебя 20 лет не было! У тебя совесть есть, я два года без секса, а? Ищите, ищите друг друга, несмотря ни на что. Да спасибо, спасибо, нашелся уже. Что это такое? Это руно. Какое руно? Золотое органалты! Ты что, дурак? Ну ты же сама мне сказала, иди и возвращайся с руном. С руном? Да я тебе говорила, без руна не возвращайся. А, ну значит, мы друг друга неправильно поняли. Ты мне лучше вот что скажи. Изменяла мне? Когда ты за руном уехал, я повстречала мужика. Он к дому нашему подъехал, на Мерседесе ссылка. И я бегу к нему навстречу. А он бежит от меня прочь. Но все же я его догнала. И теперь у тебя дочь. Да как ты не поймешь? Не могу я сидеть на одном месте. Понимаешь, я не чистый грек. У меня в крови цыгане, монголы, амфетамины. Мне нужно двигаться. Вот говорила мне мама, что ты кретин. Причем это твоя мама говорила. Ну куда ты? Афродита, богиня моя, именно тебе я и посвятил свой подвиг. Так, стоп. Кому ты посвятил свой подвиг? Здрасте. Здравствуйте. Сейчас я вам ноги ломать буду. Вообще-то я бессмертная и вечная. Ой, я же совсем забыла, она же бессмертная и вечная. Ну ничего, ты вечно хромать у меня будешь. А ты знаешь, что тебе за это Зевс сделает? Зевс? Моя золотая. Золотая органа. Да сиди ты. После того, как здесь меня молнией ударил, я два раза битву экстрасенсов выиграла. И вижу я, бежать тебе надо. Дорогая, я все объясню. Так вот, значит, кому ты посвящал свои подвиги? А я, как верная жена, восемь из двадцати тебя ждала. Все, ну успокойся. Ну что мне для тебя сделать? Я люблю тебя. Да слезь. Вот ты дурак, Ясон, и боги твои полудурки. Что ты сказала? Я сказала боги полудурки. Послушай, женщина, в следующий раз... Что? Говори внятней. Видишь? Девочки! Миридея! Ну давай, показывай. Да что показывать, вон оно сидит. Слушай, ну хорош. Как звать, и болит? Тань, ты больная? Ясон, муж мой. Слушай, ну двадцать лет прошло, изменился, наверное. Да не, слава богу, идиотом был, идиотом остался. Что, не верите? О, гляньте. Кать, у тебя какое кольцо? Золотое. Золотое органалты! Ясон на подвиги опять отправится. Жена с детьми опять одна останется. И на прощанье я подзову его. Я обниму его, потом прижму его, приподниму его. От ран, полученных ясон, скончается. На подвиги он собрался. Ой, не говори! За этими мужиками глаз да глаз. Слыхали? Прометей в забой ушел. Ага, то есть орла не стал дожидаться. Сам свою печень начал клевать. Постой, паровоз, не стучи здесь колеса, канаду. Кентавр! Кто с тобой это сделал? Боги? Бери выше, РЖД. Девочки, девочки, вагунчик тронется, вагунчик тронется, вагунчик тронется. Так, в принципе, ничего. Просто в тамбуре накурино. Как человек-то я за, а как лошадь против. Да какая я теперь лошадь? Пойду я. На Олимп? Да не, я на Владивосток. Да они на этом Олимпе, че хотят, то и творят. Да я вообще слышала, что на самом деле всем правит Посейдон, а не Зевс. Да ты что? Ой, девочки, бог с ней, с этой политикой. Ну ладно, поздно уже, мы побежали. Пока. Ну что, герой, ты меня еще и перед своими подругами позорить будешь? Все, мне это надоело, я ухожу от тебя. Ты уходишь к этой горгоне? Не, я к Афродитке. Ой, дети, идите сюда. Гляньте, че ваш папка учудил. Ах ты, паразит-то ты кой. Ну, ма. Ма, конечно. Мать дура, мать плохая. Ма, Лаврик, ты пегасов покормил. Хватит! О, боги! Да когда же все это закончится? Вот видите, проходят года, столетия, а конфликт между мужчиной и женщиной не меняется. Ну, смотрит он футбол, пьет пиво лежа на диване. Ну, подойди ты рядышком, присядь, подлей ему пивка. И вместе с ним закричи гол! И ты не заметишь, как он будет рядом стоять с тобой на кухне и готовить с тобой вкусный обед. А вечером он пригласит тебя прогуляться по аллее. И вы вновь будете признаваться друг другу в любви. Да бить их надо! Ну, или так. Да, так вернее. Сборная Санкт-Петербурга представляет Убийство в английском стиле По роману какого-то чопорного, надменного англичанина. По роману какого-то чопорного, надменного англичанина. А чем его убили? Тупым предметом, сэр. Ага, природоведением? А может быть, убийца это вы? Но это же не книжка Дарьи Донцовой. Убийца тот, на кого вообще не падает подозрение. Ермольник. Я убью его. Господа, мы разные люди с разных концов Лондона. Нас ничего не связывает. Мы даже не знакомы. Да. Почему нас всех здесь собрали именно нас? Лорд Кенсингтон, сэр Уильям Баксли, мистер Дженкинс и вы, мистер Торстан-94. Но зачем нас всех здесь собрали именно всех? Я собрал вас здесь, чтобы вы ответили за свои прегрешения. Мы не собираемся отвечать ни за какие свои прегрешения. Мы пошли. Я собрал тебя здесь. Я что, пазл? Собирать меня здесь. Нет, я тоже пошел. Стойте! Вам не сбежать с этого острова. Мы что, на острове? А вы что, не знали, что Великобритания — это остров? Сейчас я придумаю вам наказание. Только бы не переспать с Малежиком. Только бы не переспать с Малежиком. Вот, придумал переспать с Малежиком. Господи, ну сколько можно-то уже, а? Джентльмены, чтобы нам не было так страшно, Я предлагаю сейчас Чопорно И надменно по-английски забухать. Вильям! Вильям! Принесите нам из секретера бекон и бухло. И я все ларьки прошел, И везде спросил, пива есть? Пива нет, только водка есть в банках. Захожу в пивную, говорит гражданка, Мне разливного? Разливного. А какого? Да любого. Разливное после двух. Ох, не фига! Алкоголизм уборен лишь в виде счастья. Принимай пиво до самой старости. Внутри желудочно лет с десяти. Джентльмены, Как мы Чопорно, надменно и по-английски Налокались? Ну если мы все в Зюзю, Предлагаю рассуждать логически. Зачем нас всех здесь собрали, Именно собрали? Вот вам, к примеру, сколько лет? Мне тридцать два года. И мне тридцать два. О, и мне тридцать два. А вам, леди? А мне девятнадцать. И так, нам всем по тридцать два. Соседи? Прекратите этот пьяный дебош. Мы же все-таки великая морская держава. Ай! И собаку свою угомоните. Постойте, я, кажется, догадываюсь. Нет, я точно знаю, кто убийца. Пойду прогуляюсь возле пропасти в скользких ботинках. Если что, я там за гаражами в синем пакете. Что-то мне кажется это подозрительным. У вас же был детектор лжи? Да, да. Сейчас его отмоют от крови, и он снова готов к работе. Эх, фак. Разворовали Англию. Продали Челси. Леди и джентльмены. Два символа нашей Великой Британии. Ее Величество Королева Великой Британии. И его все на Чукотке знают Роман Абрамович. Здравствуйте, Роман Аркадьевич. Здравствуйте, Ваше Величество. Как поживает Чукотка? А я-то откуда знаю? А как там дела у Челси? Спасибо уже хреново. В Лиге Чемпионов Челси обижаю. Кто посмел обидеть вас, мой друг? Барселона. Барселона. Нас там играло два дни. Барселона. Давай, ты сдачи дадим. Завтра же возьму и объявлю Испании войну. В Барселона. Я накормлю их всех куплю. Барселона. И на Чукотку голыми пошлю. Пусть на Чукотке будут замерзать, Пусть будут вечно там они играть. То, что... В КВ. Дамы и господа, я нашел орудие убийства. Ру! Джентльмены! Настало время открыть карты. Я мисс Марпл! И я мисс Марпл. Позвольте, но я тоже мисс Марпл. Но я-то тем более мисс Марпл. Как подсказывает мне моя английская логика, Если мы все здесь мисс Марпл, То убийца мисс Марпл. А на самом деле, Не важно, что убийца мисс Марпл. Главное, что убийца мисс Марпл! И мы с вами прекрасно сегодня убили время. Дамы и господа, Предлагаю Чопорно, надменно и по-английски. Кыргызстан. Тема конкурса «Надежда. Мой компас земной». Компас — это ориентир, А для нас основным ориентиром в мире русской литературы Является Александр Сергеевич Пушкин. И поэтому... Среднеазиатский театр средней отрепетированности Из-за средней дисциплины Представляет Евгений Онегин. Акт первый имение Лариных. У Лариных сегодня прием, У Лариных гостей полондо. Но Ольга с Татьяной все время одни, Виноваты сами, что до свадьбы не нет. Let's go! Господа, знакомьтесь, Сестры Ларины Татьяна и Ольга. В нашем театре роль Ольги исполняет мужчина. Потому что в Кыргызстане из-за бабы Никто стреляться не будет. А за нормального пацана Чобу не постреляться. Спасибо. Ольга, давно хотел у вас спросить. Вы верите в любовь со второго взгляда? А почему именно со второго? Просто на первый взгляд вы не очень. Ленский, вы такой шутник. Господа, Евгений Анигин. Настоящий джентльмен свеж. Дикю, дикю, дикю. К интеллекту всегда бить мне в кэш. Дикю. Анигин, откуда столько денег? От бабушки досталось мне наследство. И это пятый мой удачный брак за этот год. Ах, вы шутник. А скажите даме что-нибудь приятное? Приятное? Ну, доллар 32, а нефть 120. Да что мы обо мне, да обо мне. Вы слышали, как друг мой, Ленский, чудно песни исполняет. Ленский, Ленский, просим. Как много красоты в великой русской речи. Не зря у нас в сердцах она еще жива. Бескрайний океан, причастий и наречий найдутся для всего. В нем нужные слова, забытые слова. Опричник и ахальник. Любимые слова. Халява. Выходной. Опасные слова. Как вкусно на вокзале. Наивные слова. Давайте по одной. Московские слова. Сигмей, чизкейк и сэндвич. Последние слова. На красный проскочу. Приедшие слова. Бретен, курочи, езжи. Ля Фарио слова. Я все вам заплачу. Сам в шоке. Господа! Спасайтесь, деревни Беглый Каторжник! Спасайтесь, деревни Беглый Каторжник! Бегите, 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 бегите! Я беглый Каторжник, бегите! Ох уж эти крепостные! Опять в Беглого Каторжника играют! Господа! Мне тоже скучно. Поедемте на бал! Слышь! Ты че такая светская? Акс-второй бал! Дорогие друзья, не удивляйтесь внешнему виду актеров. Просто в Крыгынском театре спектакль идет до 9, а гардеробщица уходит в 7. Милая Ольга, позвольте посвятить вам песню. Ой, позволяю. Любил ее по-французски, а уходил по-английски. О боже, как не по-русски, зато вполне по-крыгызски. Минуточку! Задета дамой честь! Подлец, подонок, негодяй, продал мне 8 правых перчаток! Мержавец! Дуэль! Давай! Ак 3 дуэль! Тихон! Господа, выбирайте оружие! Я выбираю пистолет! Я выбираю Тихона! Так нельзя! Ну, пистолет так пистолет! Как вы поняли, в Крыгынском театре в дуэли побеждает родственник звукорелесера! А-а-а-а-а! Что такое? А-а-а-а! А-а-а! Эй! Эй! А-а-а-а! А-а-а-а! О-а-а! Онегин! Онегин лежит негромко! А-а-а-а-а! Ленский молчит в ответ! А-а-а-а! 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 Границы нас разделяют, но мы не боимся их, пока нас объединяет! Великий, могучий язык! А-а-а-а! А-а-а! 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 А-а-а!